Торжественный митинг положил начало мероприятиям, приуроченным ко Дню Народного Единства. В одном большом человеческом потоке люди разных профессий, конфессий, возраста. Сегодня они пришли к монументу, чтобы вспомнить о всех тех, кто был причастен к созданию новой страницы истории Беларуси, ее новом обличии. День Народного Единства – это очень важный и значимый праздник для каждого беларуса. Он, конечно, еще новый для нас, и мы наполняем его какими-то памятными, знаковыми событиями. Нам еще предстоит оценить значение этого праздника. Профсоюзы принимают активную роль в жизни и трудовых коллективов, и в целом в обществе, потому что основная задача профсоюзов – это забота о наших трудящихся. Поэтому наш девиз был – мы вместе, мы объединяем. И этот праздник созвучен с тем движением профсоюзным, которое мы осуществляем. И это самое главное, потому что все вместе, как я повторюсь, мы сможем преодолеть любые трудности. Торжественный митинг начался с церемонии открытия мемориальной доски на месте захоронения воинов Красной Армии, павших в 1939 году и сражавшихся за восстановление единства беларусского народа. Венки и корзины легли у монументов знак памяти о событиях тех непростых лет. Ледской поток не прекращался достаточно долго. С приветственным словом к присутствующему обратился председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. В нашей истории есть знаковые даты, когда необходимо определиться по какую-то сторону – добра или зла. Это день победы. Это день независимости. Теперь в этом ряду и день народного единства. Сегодня в 21 веке у нас свое государство. Своя исторически принадлежащая нам земля. Мы храним свой язык и культуру. Мы помним свою богатейшую историю. Пусть день народного единства вдохновляет нас на добрые дела, свершения на благо родной Беларуси и города Бреста. Новый для белорусского календаря праздник станет символом того, что белорусы хотят быть едиными. И неважно, сколько километров разделяет их друг от друга. Суверенное государство должно оставаться объединяющей силой, сближающей единомышленников и всех тех, кто видит свое будущее здесь. Завершил церемонию запуск голубей, как символ мира и единства. На самом деле такой праздник должен быть. И те события, которые произошли в 1939 году, когда наш народ действительно объединился и стал жить на своей территории все вместе, показывают, что сегодня мы должны это дело помнить. Торжественные мероприятия продолжились уже на улице Советской. Здесь, в старой исторической части Брестского Арбата, была открыта памятная доска в честь Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Ермолаева на доме, где несколько десятков лет он жил со своей семьей. Иван Алексеевич Ермолаев прошел трудный жизненный путь, но этот путь был достойный. Путь человека-труженика, человека-военного, человека, свершившего подвиг и потом в мирное время посвятившего себя воспитанию молодого поколения. Он щедро делился своим жизненным опытом и воспитывал молодое поколение в патриотическом духе. Иван Алексеевич Ермолаев вынес свой вклад в патриотическое воспитание молодежи. Участник Великой Отечественной войны был активен до последних дней жизни. Встречался в школах и вузах с учениками и студентами. Теперь имя достойного человека увековечено в металле, а о судьбе личности с большой буквы будут знать не только горожане, но и туристы, путешествующие по улице Советской. Участник Великой Отечественной войны